День Республики 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 и сделала очередной шаг к улучшению качества и безопасности оказания медицинской помощи. С помощью высокотехнологического оборудования и современных методов обработки все инструменты проходят в полный титул в реставрационной обработке и стерилизации в нашем отделении. Наши пациенты, приходящие к нам, могут быть 100% уверены в надежности и стерильности, используемых материалов и инструментариев. Сегодня в Республиканской стоматологической поликлинике трудятся квалифицированные кадры, работу которых сравнивают с некоторым искусством. Именно они ежедневно помогают жителям республики обрести белоснежную улыбку и дарят хорошее настроение. Светлана Джиева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». Вице-премьер Калмыкии Андрей Чиджиев встретился с представителями молодежных организаций в рамках семинара на тему, как проводить стратегические сессии. В ходе общения ребята организовали инициативные группы, которые займутся разработкой предложений и проектов в сфере туризма, законотворчества, избирательного права, развития некоммерческих организаций. У каждой группы есть наставник, который будет помогать в разработке идеи и корректировке проекта. В завершении встречи Чиджиев отметил инициативных ребят и подчеркнул, что подобные мероприятия с вовлечением молодежи будут проводиться чаще. С молодежью ведется большая работа, она будет вестись постоянно. Это не разовые мероприятия, при этом у нас на этот год запланировано большое количество молодежных мероприятий. Но, как видите, в самом начале года мы обратили внимание и хотели бы отметить, что особое значение уделяем работе с нашей активной молодежью. Многих из них уже видел на других мероприятиях, мы пересекались, потому что активные люди, они заметны. И вот молодцы, хорошие ребята, живо включались в диалоги, быстро понимали, в чем суть, на некоторые вопросы сразу же правильно отвечали. Я считаю, что в идеале, конечно, вся молодежь должна быть такой инициативной, потому что под лежачий камень вода не течет, а вот именно вот такие молодые, активные, за ними будущее. Заместитель председателя правительства Калмыкии, Наран Кюкеев, провел выездное совещание по строительству нового физкультурно-здоровительного комплекса, реализуемого в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Вместе с ним на месте будущего объекта побывали сотрудники региональных министерств, столичной администрации, ресурсоснабжающих организаций. В процессе совещания были определены мероприятия для скорейшего получения от ресурсоснабжающих организаций технических условий, которые требуются для проектирования инженерных сетей, а в дальнейшем для выполнения строительно-монтажных работ. Напомню, что физкультурно-оздоровительный комплекс расположится в южном районе Листы на улице Логанская. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Калмыкия примет более 200 участников из 10 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР, в рамках первенства в ЮФО по тэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Об этом сообщили организаторы в ходе брифинга в РИА Калмыкия. Соревнования пройдут с 11 по 12 февраля на базе регионального центра спортивной подготовки «Айрат-Арена». Также за поединками будут наблюдать представители Федерации Тэквондо России. Основная цель наших соревнований – это, конечно же, отбор на первенство России среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Также задача у нас, основная цель и задача – это познакомить нашу республику, наших подростков, жителей республики с нашим видом спорта, с олимпийским тэквондо, привлечь максимальное количество зрителей на данном мероприятии. Тэквондо на данный момент в мире, российское тэквондо является спортом номер один. То есть по итогам прошедшей олимпиады сборная России заняла первое командное место. То есть тэквондо у нас на самом высоком уровне. И мы очень рады, что наша республика принимает такое знаковое для нас и очень такое серьезное мероприятие спортивное. Приглашаю всех наших жителей поближе познакомиться с этим видом спорта, посмотреть на красивые зрелищные бои по болезни наших земляков. Ведь тэквондо – это не просто боевое единоборство, это олимпийский вид спорта. В выпуске новостей, также и другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении канала ОТР на 21-й кнопке и в IPTV «Зеленая точка» с телекомой на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова